Добрый день! Сегодня с вами я, Шампранова Татьяна, тренер и технолог компании Гельтек. И наша тема сегодняшнего видео посвящена самомассажу шеи. Шея это связующий отдел между головой и телом. И если шея перенапряжена, то это напрямую влияет на красоту лица. Мы начнем с растягивающих движений для области шеи и выпрямляем осанку. Массаж шеи лучше всего выполнять либо сидя, либо стоя перед зеркалом. Наклоны головы выполняем медленно с фиксацией руками у ключицы. Очень осторожно. Дальше начинаем массаж с проработки подключичной зоны. Будем выполнять круговые движения кончиками пальцев и согнутыми костяшками пальцев. Потом ставим пальчики над ключичную зону и подключичную зону три пальца. И выполняем растирающие движения от начала ключицы до плечевого сустава. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Массаж подключичной зоны очень важен, поскольку все мышцы шеи крепятся к ключице, а также для проработки лимфотока. Далее мы с вами перейдем на переднюю поверхность шеи. Голову слегка вытягиваем вперед и аккуратно поднимаем голову вверх. Губы складываем в улыбку. Повороты головы с фиксацией шеи. Медленные движения. Передняя поверхность шеи формирует овал лица и влияет на глубину носогубных складок. Обязательно фиксируем руками у ключицы. Можно делать несколько таких движений, а потом обязательно делаем, заглаживая мягко мышцы. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Далее переходим к грудинно-ключично-сосцевидной мышце. Это одна из немногих мышц, которая видна невооруженным глазом. Чтобы хорошо ее увидеть, можно немножко вытянуть голову вперед. Сначала аккуратно кончиками пальцев мы ее разминаем. От сосцевидного отростка до крепления этой мышцы с ключицы. Потом обязательно заглаживаем ребром ладони до основания черепа. Движения будем выполнять медленно, аккуратно, чтобы не спровоцировать отек на лице. Разминания проводим очень мягко. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны. Спазмированные мышцы шеи вызывают излишнее напряжение в лицевых мышцах. И как следствие, они укорачиваются. И этот процесс сказывается на тканях кожи. Далее мы переходим к задней поверхности шеи. Поглаживание и разминание начинаем от затылка до плеч. Сначала прорабатываем подзатылочные мышцы вдоль верхней косой и большой задней прямой мышцы головы. Это главные экстензоры, которые отвечают за наклоны головы. Немного проработаем трапециевидную мышцу. Делаем круговые мягкие выжимающие движения. Я делаю без крема, поскольку я нахожусь в одежде. Но, если вы находитесь дома, можно нанести свой массажный крем или масло. Растирание проводим с каждой стороны до легкого покраснения, чтобы хорошо разогреть эту мышцу. Эта мышца очень напряжена, как правило, у более 70% населения. И в конце аккуратно сверху вниз разглаживаем мышцы, стяжем ключицы. Закончим массаж фиксацией рук на плечах, как бы обнимая себя и опуская плечи вниз. На этом наш массаж закончен. Я делала массаж на сухую. Этот массаж можно сделать по питательному к крему SPA Апельсин. Либо завершить эту процедуру при помощи нанесения маски или же любого крема. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!